всем привет с вами кирилла вы на канале кирилл гейм и сегодня мы играем на родина рп центральный округ у них здесь кирилл пуд булови не забывайте выводить мой ник по регистрации есть в этом уник и прокачать третьего уровня я получил 250 тысяч и 150 тысяч отдам вам также можете выводить мой промокод на шестом уровне за него получите очень хорошие плюшки ну что ж пацаны сегодня с нового видео и сегодня хочу поработать таксистом я хочу заметить то что я никогда не работал таксистом на родине и да мне это будет реально интересно но чем вообще фишка фишка в том что как вы знаете не imminent зато были голосовый чат и мне интересно что просто клиенты будут говорить в принципе мне кажется это будет довольно таки интересно возможно попадет какой-то не адекватный клиент либо какой-то странный поэтому я думаю видео получится очень даже интересное не забывайте ставить лайки и подписываться на канал желаю всем приятного просмотра о тем кто кушает приятного аппетита Все, пацаны, я успешно устроился на работу, получается, таксиста, я уже арендовал машину за 1000 рублей, выглядит она довольно-таки прикольная, это Renault Logan, по-моему, старая, ну, то есть старый кузов, типа, не новый, сейчас будем ездить, искать людей и их подвозить, я не знаю даже, куда поехать можно, и вообще, актуальна ли эта работа на родине, потому что таксистом я здесь ни разу не работал, повторюсь, и мне интересно, вообще, это прибыльная работа, и она вообще актуальная, пока заказов абсолютно нету, поэтому будем как бы ждать и искать людей, братан, тебе надо подвезти? На завод, а, ну, хорошо, поехали, короче, сейчас его на завод отвезем, пока мы едем, я выскажу свое мнение, я вот катаюсь уже минут 10, и был всего лишь один заказ, но я забыл тариф поставить, поэтому я не смог его взять, ну, а так особо некого возить, разве что рыжиков, вот самая актуальная эта работа для рыжиков, чтобы их возить, как бы рыжик будет возить рыжиков, а именно заказов здесь особо нету, хотя онлайн 300 человек, и я думаю, кто-то бы мог заказать такси, но, скорее всего, большинство используют либо аренду, либо у кого-то есть своя машина, поэтому эта работа пока что для меня не актуальная, возможно, когда онлайн будет там 500-600, она будет актуальна, но сейчас заказов вообще почти нету, я его довел в целости и сохранности, ни разу даже не врезался, удачи тебе, спасибо, что воспользовался нашим такси. Ну, ладно, давайте поехали, я думаю, знаете, куда на рынок, возможно, на рынке кто-то есть, кого мы можем подвезти, потому что, честно, мне нравится ездить, типа, ну, это прикольная работа, я люблю машины, я люблю ездить, как бы, для меня это реально по кайфу, но жалко, что нету нормальных клиентов, не то чтобы нормальных клиентов, нету вообще клиентов, понимаете, работы нету. Ну, сейчас мы поедем, короче, на рынок и посмотрим, возможно, там кому-то нужна наша помощь, так, короче, пацаны, меня тут мусора остановили, я не знаю, что делать, здравия желаю, пишет, Марат Измаилов какой-то, что я нарушил, можете мне объяснить, он просто меня проезжал и, типа, говорит, останавливайтесь к обочине, я не знаю, я ничего не сделал, типа, я просто стоял на светофоре и всё, так, а зачем тогда вы меня остановили? Понял, хорошо, можно ваше удостоверение, пожалуйста, сейчас, короче, удостоверение посмотрим, потому что, блин, пусть он сначала представится, так, давайте посмотрим, хорошо, сейчас представлю свои документы, давайте покажем ему свой паспорт, хотя я ничего не нарушил, типа, это проверка документов какая-то непонятная, и поехали, отвезём их, короче, в паспортный стол, потом отвезём их обратно, ну, короче, нормально, сейчас покатаемся с ними, они квесты будут выполнять, блин, хреново то, что их плохо слышно, я не знаю, блин, я не могу настроить, понимаете, нормально, вот каждый раз то громко, то тихо, то тихо, то громко, блядь, хуй пойми, короче, как его сделать, короче, я их обратно на вокзал привёз, но здесь какой-то вип-таксисты, типа, я не знаю, в чём прикол, так, объясните мне причину остановки, Адейте на обочину, пожалуйста, Покажите мне фотографию, где я превысил, это, вообще-то, фотоаппарат обычно, а не радар, Но он может измерять скорость, Ну и сколько я ехал? 119 километров в час, У меня машина столько не разгоняется, Я вас на камеру сфотографирую, Значит, у вас камера барахлит, у меня машина столько не едет, Так, все быстро в машину, да Смотрите документы для проверки Покажите сначала своё удостоверение и представьтесь Мора, садись в машину, поехали Так, Романка, поехали Ладно, удачного пути Романка, вас вызывай, давай Фотоаппарат он стоит, ебать, скоро заберяет Ебать, конечно, бусарат, такие эстрады люди Просто развел, как со сынков, блядь Короче, пацаны, ситуация следующая, я им накидал денег, ну потому что жалко пацанов, они вдвоём только начали играть, Они там уже в дискорд себе звали Ну типа я им признался то, что у меня есть хорошее имущество До дома там, Феррари, Ламбо есть там и так далее Поэтому сейчас мы пересядем в другую машину Ну хорошо, заедем Сейчас давайте пересядем в другую машину, потому что у меня надоело не есть Короче, пацаны, какой итог Я поработал таксистом Работал я где-то около полчаса И вообще работы на самом деле нету Единственное место, где вы можете найти клиента, это на вокзале Потому что вокзал Южного, это спалм получается, где вы сразу регистрируетесь и появляетесь на вокзале Южного получается И там есть много рыжиков, у которых нету прав, и их вы можете подвозить Но так клиента вообще почти нету И много таксистов вообще работает Почему так происходит? Потому что по карте ездит очень много получается маршруток И работа совсем не прибыльная Всё, пацаны, короче, что я хотел сказать Работа не актуальная Работать я на ней не советую Лучше работайте уже на автобусе Потому что на автобусе вы ездите круги И вам в любом случае заплатят Поэтому работа, я считаю, полное дно И вообще не актуальная Всё, всем спасибо за просмотр Ставьте лайки Подписывайтесь на канал Всем пока-пока Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok